Приветствую вас, речь идёт о социальной ориентированности, речь идёт о своих родах эктроверсии, речь идёт о масках, социальных масках, речь идёт о том, что человек пытается за счёт своих черт приобрести какую-то популярность, да, собрать вокруг себя большее количество людей, большее количество согласных, большее количество одобрений и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это человек, для которого вот общественное, да, внешнее очень важно, и все его проявления, они по сути, вся его активность, она по сути сводится вот к этому, ко внешней активности, ко внешним проявлениям и так далее. То есть человек очень мало внимания обращает на себя, человек очень мало внимания уделяет себе, человек очень плохо ладит, ладит со своими чувствами, со своими желаниями, со своими потребностями. Всё это может приноситься в жертву, в угоду одобрению извне. Вот. Положительное ли это определение или отрицательное? Вопрос некорректный, потому что в зависимости от среды, от профессии человека, подобные черты могут оказывать как вред, так и пользу. Например, в политике лучше все-таки, наверное, демонстративные черты. Например, при работе с клиентами лучше то же самое, а при занятии, например, художественной какой-то деятельности, при занятии творческой деятельности, при занятии, значит, допустим, каких-то ответственных должностей, да, при занятии технической деятельности лучше все-таки, конечно, чтобы подобных качеств не было, потому что в этих сферах нужна целевоотреплённость, уверенность в себе, борьба и умение идти против мнения других людей. Вот. Поэтому, говоря о том положительное ли это, да, это вопрос некорректный, все зависит от ситуации и случая, все зависит от среды, в которую интегрирован человек, и все зависит от самого человека, в которого интегрированы эти черты. Вот. Важно сказать, что все корректируется, все меняется, вот, и, ну, при желании, если вот эти вот черты, они не приносят результата, не приносят удовлетворения, что их можно подкредитировать, их можно перенаправить в другие черты, более подходящие для ситуации, в которой живет человек, или, наоборот, изменить саму ситуацию так, чтобы эти черты, они начали приносить пользу. Ну, здесь все зависит от желания, от того, что, чего, чего хочет сам человек. Ну, в данном случае, вы. Вот, пожалуй, так можно ответить на первый вопрос. А, что касается второго вопроса, то смысл его мне не очень понятен. Звучит он так, какие-нибудь похожие черты характера есть у каждого. Ну, да, какие-нибудь похожие черты характера есть у каждого, но, опять же, есть очень типичные, типичные ситуации, стереотипичные ситуации, где человек ведет себя только определенным образом, и по-другому вести себя он не может. Есть ситуации, где возможны какие-то расхождения, но люди ведут себя одинаково, и есть ситуации, где люди ведут себя совершенно по-разному, вот. Есть такие ситуации, где люди, казалось бы, в одной и той же ситуации, да, одна и та же реакция должна быть, а человек ведет себя по-разному. То есть, похожие черты характер есть у каждого, да, но, вообще, любая черта характера есть у каждого. Да, то есть, мы все бываем пыльчивы, раздражительны, мы все бываем искренними, мы все бываем добрыми, мы все бываем тревожными и так далее. Это нормальный вопрос. Вопрос в том, какие черты более активны, и вопрос в том, какие черты влияют на деятельность человека, да. То есть, если человек включает, например, тревожность, когда надо действительно и когда не надо, то это скорее вред. То есть, тут все-таки, вот, важно это, какие черты активны, и насколько человек ими управляет. Ну, вообще, считается, что характер это результат воспитания, вот. А воспитание делает наше восприятие психику костной, костными, вот, поэтому именно от характера лучше избавиться, вот. Потому что характер это что означает? Это означает, что человек в любой ситуации будет злиться, или в любой ситуации будет вспыливать, или в любой ситуации будет жаловаться и так далее. То есть, как бы, характер означает не гибкость, не гибкость в мышлении, вот. Поэтому черты характера встречаются у всех, а вот вопрос в том, какие черты активны, и насколько они уместны, встречаются уже индивидуально. Вот, ну и, опять же, возникает вопрос, зачем это вам? То есть, для чего вы, для чего вы интересуетесь всем этими вещами? Для чего? Просто конкретно. Зачем? Зачем этого? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку в дропоночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.